Привет, друзья! Вы снова на канале Вьюз ТВ. Все про GPS мониторинг. Тема сегодняшнего видео это как же выбрать датчик уровня топлива. Казалось бы, обыкновенная простая тематика датчик уровня топлива, как говорят многие клиенты, они все одинаковые. Сегодня мы с вами разберем, чем они отличаются и как они отличаются между собой. И научимся, как же их правильно выбирать. Поехали! Смотрите данное видео до конца. Итак, подробнее разберем каждый датчик. Первым мы начинаем с датчика производства торговой марки Доминатор. Это торговое производство в Беларуси. Смотрим. Пластиковый корпус, отсутствие отверстий для крепления. Это единственная модель, которая у нас представлена, которая имеет съемную головку датчиков на топливо. Плюсом данной модели является, что за счет съемной головки можно одолеть к труднодоступным местам датчика, где над баками находятся другие агрегаты. То есть там удобно раскрутить, смонтировать трубку и тогда уже накрутить датчик. Но при этом это является и основной минусом данной модели. Металлическая резьба, она очень подвержена к дефектам и она недолговечна. На этом примере видно, как стерлась металлическая резьба и при этом герметичность данного датчика, она потеряна. Также минусом данной модели является пластиковый корпус. Несмотря на то, что производители пишут, что он выдерживает и морозы, ну как минимум пластиковый корпус для меня уже есть, наводит на сомнение. Плюсом данной еще модели является наличие пружины. Пружина говорит о том, что данный датчик будет фиксирован, фиксироваться о днище. Но при этом это тоже является минусом. Данная пружина будет выталкивать датчик при его деформации. Она постоянно будет его давить наверх, что может тоже сказаться на его креплении. Здесь мы тоже видим, как стерто крепление данного датчика. Следующим на обзоре у нас датчик производства игла. Это украинский производитель датчика. При первоначальном обзоре мы смотрим, что какие у всех датчиков у нее есть металлическая трубка с металлической трубкой внутри. Что мне не нравится в данном датчике, это то, что головка датчика она пластиковая. При этом отверстие, крепежное отверстие находится прямо на головке датчика. Чем это подвержено? Попаданием в зимний период влаги в данное отверстие, они могут привести к потрескиванию и могут привести к последующей разгерметизации датчика. Плюсом же данного датчика я вижу его маленький размер головки, который может поместиться в труднодоступных местах, если над датчиком топлива уже находятся какие-то, вблизи находятся другие агрегаты и трудно поставить датчик, большой датчик уровня топлива с большой головкой. При этом видим, что он полностью герметичен, но вот эти отверстия меня, честно говоря, смущают. Также, как по мне, возможно саботаж данного устройства, это как минимум налить на него в зимний период кипятка. Я думаю, данный пластик потрескается. В принципе, сделан более-менее качественно, но сам пластиковый материал мне смущает. Следующий на обзоре это датчик уровня топлива производства Оргтехавтоматика. под названием ДУ-02. Итак, мы начинаем. Смотрим. В основании данного датчика является металлический стержень, который более надежнее, чем трубка и также более надежнее, чем струна. Смотрим. Головка. Головка датчика, она полностью металлическая и полностью прорезинена. Он несъемный, он сделан крепко. Он сделан крепко и он имеет цельную конструкцию. Итак, плюсом данной модели является то, что есть дополнительная платформа, металлическая платформа, которая шире, чем сама головка датчика и она имеет свои крепления. То есть, данная платформа, она отдельная платформа, а не в самой головке. Данная платформа, которая шире ловки датчика, она делает надежным крепление датчика уровня топлива к бензобаку. Минусом данной модели является то, что высокая головка датчика уровня топлива, высокая, будет затруднительно на тех моделях транспорта, где над баком уже идет какой-то дополнительный агрегат. Поэтому, но надежность данного материал сделан по качеству. Также плюсом данной модели является то, что она является сертифицирован и лицензирован в Украине. Следующая модель это модель производства Стрела, российского производства. Данный датчик у нас бэушный, но обзор мы на него тоже решили сделать. Плюсом данного датчика является металлическая поверхность, металлическая поверхность. И плюсом является целостность. Целостность и маленький размер, высота головки. Высота головки, что дает возможность укрепить датчик в труднодоступных местах. Минусом же данного оборудования это является отсутствие сертификации украинской и скажем так дальность производства в Российской Федерации. Итак, делаем вывод. При том, что стоимость данных датчиков приблизительно одинакова, но вы увидели, чем они отличаются. Выбор делать вам, выбор остается за вами. Цель данного видео показать, что не все датчики одинаковы. Потому что мы часто слышим от наших клиентов, какая разница в датчике. Датчик лишь бы датчик. Все равно толку из него одинаковы. В данном видео мы показали, что есть все-таки отличие от данного датчика и есть из чего выбрать. Поэтому выбирайте данный датчик, выбирайте правильно, подходите со знанием дела. С вами был Алексей Пузняков. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новинок про GPS-мониторинг и пишите комментарии. Мы на них точно обязательно ответим. Пока-пока.